Вечер добрый парни! Такой небольшой видеоотчетик о том, что сейчас происходит, потому что изменения какие-то присутствуют и хочется им поделиться. Многие сейчас скажут, что я украл идею гитарюги по поводу вентиляции, но нет, на самом деле, те, кто смотрит мои видосы и стримы, знают, что, в принципе, с первого дня, как только я поставил себе вот эту вот фигню, я говорил о том, что в перспективе я хочу все это дело подвести к рабочему месту непосредственно. То есть, помимо охлаждения рядом с паяльной станцией, вытяжка, все-таки хочется, чтобы и дым от пайки паяльником, он не летел тебе в лицо, а все-таки куда-то высасывался и, ну, соответственно, более высокий комфорт работы, я бы так сказал. Поэтому здесь сейчас появилось вот такое технологическое, технологическое, не знаю, отверстие. Весь срач сейчас, по сути, уже убран. Ну, точнее, как, тут до хрена всего еще нужно разбирать, убирать, но завтра должны привезти эту финальную как раз-таки полку наверх. Я думаю, что очень много всего туда отправится и, соответственно, она до потолка будет забита вот всякой вот этой вот мишурой, коробками, а вот это, в свою очередь, можно будет перевезти сюда непосредственно. Ну, и вот эти вот коробки с матерями, которые я рассказывал в прошлом видосе, опять-таки, у меня уже до хрена народу спросило про эти матери. Ребята, это матери под восстановление, то есть они не рабочие, а то у меня многие там спрашивают, Виктор, а можно забронировать у вас материнку, а можете подобрать мне материнку? Чуваки, это не рабочие матери, просто-напросто они топовые, типа, ну, в большинстве своем. Вот, поэтому они интересны под восстановление, если там кто-то занимается, я даже, кстати, думал, может быть, гитарюги все это дело скинуть, но потом подумал, ему, мне кажется, это все нахрен не нужно за те деньги, которые я с этого хочу, вот. Тем, кто, в принципе, частно поднимает свой скилл и хочет, как бы, подзаработать заодно, мне кажется, вот такие варианты, они очень годные, за исключением того, что, блин, ну, радиаторы придется где-то, скорее всего, искать, либо, ну, не юзать, либо какие-то универсальные сюда хреначить и на хаб, и на это, на вре. Ну, да ладно. Так вот, сегодня, собственно, мы с Асаней занимались в основном обустройством окончательно, потому что я уже реально смирился с тем, что, скорее всего, мы здесь надолго, поэтому надо подготовиться, так скажем, к комфортному пребыванию здесь, потому что одному, в принципе, мне было норм, но и то, так как бы серединка на половинку, а вдвоем уже реально здесь тяжело, потому что, ну, очень много приходится отвлекаться на всякие второстепенные вещи во время работы, потому что комфорта недостаточно, ну, в плане того, чтобы было место и под разборку, и под ремонт, и под все-все-все-все-все, в результате приходится кучу времени на это тратить. Поэтому сейчас, как мы в прошлом видео, я уже показал, удлинили сани стол, поэтому достаточно много всего сейчас можно будет разместить на столе. Ну, и, собственно, вот первая часть вытяжки здесь готова. Сделано это все максимально дешево, максимально колхозно, максимально просто, главное, чтобы работало. Под столом это выглядит примерно вот так, идет туда-туда-туда-туда-туда. Там из-за отсутствия нормальных переходников пришлось при помощи фена немножко изгибать вот эту вот всю конструкцию, но главное, что он воздух не пропускает, и, в принципе, все герметично, нормально. То есть вот здесь вот будет выход сейчас с древяшкой заслонен. Да, вот этого вот отверстия просто мне не хватило переходников, я немножко просчитался, чтобы это, собственно, было здесь у меня. Разумеется, я знаю все эти нюансы, что нормально так это работать не будет, типа потому что ты используешь толщину канала, там, скажем, один сантиметр условно, да, ну, точнее, не толщину, а площадь, там, предположим, какую-то, а здесь-то как бы у тебя это ближе, значит, отсюда будет сильнее высасываться, там будет слабее. Я про это все знаю прекрасно. Ребята, еще раз, я просто предвижу эти комментарии. Делайте все максимально быстро, максимально колхозно, чтобы это работало. Как это все будет работать на практике? Вот отсюда, собственно, вот так вот будет колхозно, потому что я не нашел никаких, не знаю, задвижек, заслонок вот в таком профиле, в Юра Мерлене, по крайней мере, будет сделано вот так вот какой-нибудь ниточек или проводочек, здесь будет к этой вот заслонке, да, прифигачен, и потом напротив здесь будет отверстие, и ты берешь, как бы, открываешь, и, собственно, у тебя пошла, так скажем, жара, ну, она, собственно, так останавливается, прошла жара, и вытяжка отсюда. Соответственно, видимо, придется перекрывать здесь и здесь на время пайки, именно на станции, чтобы был максимальный подсос. Вот, ну и, соответственно, наоборот, когда здесь ничего не паяется, это все дело закрывается, и у нас получается максимальный подсос здесь и здесь. Но здесь мне придется, скорее всего, наполовину все это дело закрывать, ну, просто банально, вот скотчем, условно, да, чтобы площадь этого отверстия была, ну, условно, там даже, может быть, треть оставлять или типа того, чтобы в результате вот эта длина вся, да, здесь у Сани тоже подсос как бы шел. Потому что сейчас, в принципе, ну, не знаю, сейчас, может быть, как-то показать. Не знаю даже, что-нибудь, что-то, что-нибудь. Будет ли что-то видно, не будет. Какой-нибудь дым создать. Так, понятно. Как бы так понятно, да, как бы, что подсасывать нормально. Но наша-то задача не, чтобы она там подсасывала, а чтобы все-таки, ну, вот, условно, рабочее место, чтобы она хотя бы, вот, я по яю сижу. И, как минимум, задача этой вытяжки вот на данном расстоянии, разумеется, здесь есть, так скажем, пространство для полета фантазии, потому что это все можно будет удлинить немного. Но в любом случае видно, да, что ее даже с учетом того, что сейчас у меня там часть только закрыта, хватает на то, чтобы она, собственно, засасывала туда. Главное, чтобы не в лицо все это дело шло. То есть, ну, понятное дело, что вот здесь уже, ну, очень-очень слабо подсасывать, еле-еле-еле. То есть придется либо это все дело вот так вот руках чуть-чуть удлинять, чтобы он был, как бы, над зоной пайки непосредственно. Ну, либо пока хрен его знает. Либо ставить что-то еще мощнее, чем вот эта билиберда, но, опять же, это, соответственно, сразу автоматом еще и больший шум. Кстати говоря, после того, как я все вот это вот здесь переделал, запенил, там, заделал и прочее, поменял с вот этой вот, где она была, металлической гофры, я ее куда-то уже выкинул, но она вон там торчит немножко, на пластиковую действительно стало гораздо тише. То есть вот сейчас, ну, как бы, я нахожусь в комнате, раньше невозможно было с включенной этой вытяжкой спокойно общаться. Сейчас здесь достаточно тихо, я был бы даже приятно удивлен. Впоследствии, возможно, я даже какой-то здесь короб создам, обошью это все дело, чтобы была максимальная тишина и, соответственно, максимальный комфорт при работе, чтобы она включена была вообще всегда в принципе. Ну, как бы, по идее, так и должно быть. Ну, и здесь у себя завтра я в Leroy Merlin сгоняю, докуплю, в принципе, сделаю такой же вот рукав, я не знаю, канал, коробку, чтобы непосредственно у меня уже над зоной пайки так же она была. Плюсы в том, что у меня у микроскопа фокусное расстояние больше 10 сантиметров, и, разумеется, у меня там практически ничего не мешается. А вот у Сани... А, ну, в принципе, вот в таком формате тоже практически ничего не мешается. Вот, здесь, собственно, сейчас материнку он уже установил, потому что, как я и говорил, во-первых, матерей уже не хватает под тестовые стенды под видюхи, потому что все-таки видюх сейчас большее количество делается. Вот, и мы постоянно около одного стенда торчали. Вот, во-вторых, бывают случаи, когда, допустим, неприятные дефекты, карта отрубается во время нагрузки. И непонятно в чем дело. Соответственно, подцепляетесь вот так вот через X1, все это дело подцепляете к видюхе, вставляете, запускаете, даете нагрузку, хоп, отрубилось, и начинаете уже замеры делать, что у вас отрубилось, что у вас пропало, дабы сэкономить кучу миллиардов часов времени. Вот, опять же, там, прикупили сейчас и маски, и прочую фигню, чтобы, ну, это, опять же, больше для, когда грайвером работаешь, выпиливаешь что-нибудь, чтобы не дышать всем этим дерьмищем, потому что я обычно это делал просто в обычной какой-нибудь маске, но этого маловато. Ну, и самое, наверное, главное, самая, так скажем, моя отдушина, отрада, это вот эти вот сейчас коробки. Опять сейчас я предвижу кучу народу, что ты купил не те, надо брать какие-то другие, потому что вот там на рынке у такого-то чувака продаются лучшие прочие чуваки. Я взял то, что было под рукой, то, что вот можно быстро купить. Меня они вот на тысячу процентов устраивают. Это кейсы с Leroy Merlin. Они, во-первых, глубокие достаточно, то есть в них помещается до хрена всего. Так, вот иди сюда. Вот это, кстати, надо будет поставить еще на тестовый стенд. Вот, и, собственно, все это теперь разложено и хотя бы, ну, не валяется просто-напросто, потому что раньше все это вот на полках лежало, на той полке, соответственно, а теперь ты там, не знаю, программатор Вертьянов, вот тебе полный комплект. Я не знаю, там всякие разные переходники, вот, пожалуйста. То есть все теперь есть. Нужен логический анализатор, бери, без проблем. То есть теперь все это рассортировано, разложено и хотя бы до этого можно сразу добраться, потому что, ну, здесь порой бывают рофлы, что какую-нибудь одну финтифлюшку приходится искать целую неделю, потому что непонятно, куда ее кто и зачем положил и откуда ее брать тоже не ясно. Вот, поэтому занимаемся, опять же, по сути тем, что на этих вот маленьких квадратах хоть что-то стараемся выжить. Но в дальнейшем, скорее всего, еще будет вот здесь полка для, опять же, либо для заказов, либо еще для чего-то, возможно, даже два яруса, на самый верхний будет закидываться что-то совершенно ненужное. Вот, на вторую, соответственно, то, что можно достать. Потому что, ну, блин, реально, я как-то разочаровался вчера после 150 тысяч рублей за 50 квадратов. Походил, посмотрел, ну, реально, у меня в районе вообще ни хрена нету. И я понимаю, что, ну, для меня действительно, наверное, единственный вариант, это покупка жилья под весь этот сервис, не сервис, и все в этом духе. Потому что, ну, альтернатив я тупо просто не вижу. Вот как-то, как-то, наверное, так. Больше, наверное, никаких-то и изменений нет. Вот, единственное, что серверный блок питания себе переделал под выключатель. Теперь, собственно, все кошерно. Все, ребят, вот так вот вытяжку сделали, все рассортировали, уже почище стало, в принципе, то есть никакого такого прям лютого говна нету на полу. Ну, единственное, что сейчас вот это все оборудование надо сюда переставить. На этом все. Ах, да, самое-то главное-то, блин, что я? Завтра уже этим буду заниматься. Буду вот эту голову сразу приделывать к паялке. Причем мне посоветовали взять вот эти вот направляющие, или как они там называются, опять-таки, в Leroy Merlin, там что-то 300-400 рублей, которые, ну, вы поняли, у ящиков подвигаются и задвигаются. И, соответственно, я к этой фигне это все примастырю, и она у меня будет вот на этой фигне, с этой фигней, вот при помощи этой фигни, зафиксирована какой-то тоже фигней, и будет ходить туда-сюда. Единственное, что как бы вправо-влево, ну, она будет вертеться, да, но нельзя будет ее как бы по двум осям, то есть так и так двигать. То есть придется только вперед-назад, и можно будет развернуть ее. Либо так, либо так, ну, короче, вы поняли. Как бы, да, как бы не совсем, может быть, кошерно, но, с другой стороны, стоить будет копейки. Вот, и, в принципе, по вот этому вот нагревателю на Алиэкспрессе они разные всякие, продаются вот у меня вот такой. Я уже как-то рассказывал про это все, что вот этим китайским нагревателем я паяю уже, ну, сколько, года два. Они одинаковые, вроде бы, как должны быть, или хотя они немножко отличаются даже, не? Если мы вот так вот возьмем, то есть здесь то ли нить длиннее, то ли короче, то ли еще что-то, но вот этот вариант мне сказали гораздо лучше, чем вот этот. Но, опять же, посмотрим. Так что вот так. Ладно, ребят, пошел я отдыхать. Надеюсь, что видео будет для вас хоть и малость информативным и полезным. Опять же, вытяжка – это то, к чему надо было прийти еще очень-очень давно, но, как обычно, нет ничего более постоянного, чем временно. Поэтому только сейчас я понимаю, что надо вот это вот как раз-таки все наладить, чтобы было комфортно уже двоим здесь работать, иначе, ну, блин, дальше мы не сдвинемся. Ладно, все, всем хорошего настроения, спокойной ночи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok